друзья всем привет меня зовут наталья я рада вас приветствует на своем канале о вязании сегодня у нас пятница 7 февраля я хочу вам показать все свои процессы готовую работу поскольку тут была неделя стартов и в общем я давненько не показывал получается свои процессы которые у меня были до недели стартов да хочу показать продвижение в тех процессах вообще все что у меня сейчас есть в работе на спицах ну и в общем расскажу немножечко о планах покажу список то что я себе на февраль запланировала в общем сегодня будет вот такая вот болталочка значит первая моя готовая работа хочу вам показать это джемпер я наконец-то девчонки вода вязала до снимала все части мастер-класса получилось пять частей очень подробный мастер-класс на канале есть отдельно плейлист джемпер женский метель и там подробно вот я все все части выложила и отсняла рассказала вам со схемами с расчетами совсем можно конечно вязать его с любой пряжи какая вам нравится вот по мастер-классу расчета делать и вязать конкретно свой джемпер я вязала из пряжи alize cotton gold 55 процентов хлопок 45 акрил номер цвета 40 в 100 граммах 330 метров и компаньон брала кид мохер от alize 50 граммах 500 метров номер цвета 62 62 процента кид мохера 38 процентов полиамида по колкости сразу хочу сказать если вы не переносите хоть какую-то малейшую колкость то вот такое сочетание вам не подойдет либо вам нужно взять другой мохер чик да сейчас сейчас у нас очень много большой выбор всевозможного мохера который не колется в принципе само сочетание полухлопка с мохером не очень понравилось когда тоненькая ниточка добавлено мохера ну здорово получается пушистенький такой вариант и тактильно приятно но есть конечно колкость этот кид мохер колется но здесь уже знаете на на любители так скажем я планирую носить этот джемпер одевать что-то под низ типа маечки и мне нормально но кто не может еще раз повторюсь вот колкость хоть какую-то минимальную до переносить тогда возьмите другой мохер либо вообще я знаю девочки уже начали вязать этот джемпер совершенно с другой пряжи разные выбрали варианты пряжи поэтому тут уже на ваш на ваше усмотрение мне осталось здесь запрятать кончики сегодня и постирать его я решила отснять еще такое обзорное видео то есть после того как он у меня высохнет я покажу его на себе расскажу все размеры которые в итоге получились после вот его ну и какие-то вот такие мелкие разные детали в обзоре уже тоже вам расскажу мне задавали не раз вопросы зачем такой подробный мастер-класс зачем вы так раздробили все я уже просто ну видимо девочки эти не смотрели мои влоги когда я начинал этот джемпер вязать уже говорила неоднократно это я это сделала специально чтобы у меня было все разбито именно вот как бы ну допустим горловинка как вяжется как расчеты делаются отдельно подрезы там еще что-то отдельный росток как вывязать я делаю росток и без дырочек полностью вот у меня очень аккуратно получается тоже отдельно поскольку часто задают вопросы подскажите как связать росток чтобы не было дырочек я могу дать сразу ссылочку на эту часть мастер-класса человеку не нужно будет просматривать весь мастер-класс либо мне искать там время до в какое время посмотрите там показываю росток я дам конкретно ссылочку на эту часть и уже вы сможете посмотреть без проблем и связать я думаю так как нужно вам поэтому решила вот один такой мастер-класс здесь сделать на и подробнейший чтобы было проще и мне его буду просто ссылки давать на те же подрезы как аккуратные подрезы сделать и не довольно аккуратные получились подрезики здесь вот ровненькие никаких дырочек ничего тоже рассказываю все показываю как я это все делаю так ну по джемперу наверное все буду теперь стирать и сниму обзорное видео так следующий процесс следующий процесс это детский джемпер на круглой кокетке я его немножко подзабросила поскольку тут была неделя стартов и болели у меня детки в общем отложила его такой долгоиграющий получился процесс но сейчас я планирую ближайшие дни буквально его закончить доснимать постирать и уже выложить мастер-класс поскольку тоже я знаю девочки ждут хотят связать такой комбинезон чик вижу на возраст 0 3 месяца у меня уже вот сколько провязана связана одна ножка и вторую я вчера вязала довязала уже до манжетика сейчас мне нужно будет отснять на камеру как я манжетик вижу как убавки делал в общем вот эти вот все моменты и останутся у меня рукавчики принципе работы немного я думаю что я быстренько его до снимаю до вижу вижу из пряжи пехорка детский каприз номер цвета 12 называется желток так 50 процентов мериносовая шерсть 50 процентов фибра в 50 граммах 225 метров вяжу в две ниточки на спицах номер три так и вот такой комбинезончик получается по спинке он идет круглая кокетка и дальше лицевая гладь полностью и рукавчики так девочки сейчас рукавчики планирую связать скорее всего просто лицевой гладью но один свяжу посмотрю как будет смотреться пока вот я в общем думаю не знаю как лучше если тоже узор по рукавчиком пускать мне кажется что сильно я перегружу узорами этот комбинезон и как-то мне не очень этого хотелось бы наверное я все таки попробую связать лицевой гладью или может быть будет неплохо планирую сегодня его вязать возможно даже и успею сегодня закончить но если нет тогда наверное в понедельник я уже его закончу постираю и в ближайшее время будет мастер-класс те кто ждал на следующей неделе мастер-класс будет точно вот такой комбинезон получается снимаю с утра у нас сейчас время пол девятого мне пришел свет и вот пробую сейчас с новым светом девочки с утра снимать поскольку я как говорил уже по утрам у меня не получалось снимать поскольку темно да и не было нормального освещения но вот пробую с новым светом как то вот все равно немножко немножко не то что хотелось бы хотелось бы поярче но пока тогда как есть так есть еще в программе я попробую немножко свет вытягивать чтобы более менее картинка получалась если у меня все получится тогда как продуктивность моя будет намного выше поскольку с самого утра смогу практически весь день снимать и это будет замечательно будет тогда больше видео на канал выходить я принципе к этому стремлюсь и надеюсь что у меня все получится так это значит получается первый процесс который у меня сейчас в работе и которые я планирую быстренько закончить еще один желтенький процесс у меня сейчас в работе но он уже такой более нежный цвет посветлей приятный этот если у меня комбинезончик довольно такой насыщенный желтый яркий цвет этот посветлей не этот цвет очень нравится нежный обалденный вообще цвет значит этот процесс я начала вязать на неделе стартов первый день джемпер для моей младшей доченьки на возраст 4 года будет мастер-класс экспресс но я постараюсь подробный сделать то есть все важные моменты в мастер-классе отразить вижу из пряжи ализе шикерим baby номер цвета у нас 13 если не ошибаюсь до 13 это стопроцентный акрил и здесь у нас в 100 граммах 320 метров вяжу в одну ниточку на спицах номер 3 и решила использовать вот такой классный узор для тех кто не видел это из книги японских узоров 260 японских узоров хитомишида вот такая красота по узору тоже будет отдельный мастер-класс на канале чтобы могли вы использовать где-то в других изделиях возможно потому что было много запросов снять отдельно узор немножко я продвинулась буквально вот вчера я сняла как соединить и перец со спинкой отделить рукавчики сделать подрезы вот это я вчера для мастер-класса отсняла теперь буду просто вниз длину выгонять и там потом еще покажу как я внизу на резинку перехожу так что здесь у меня еще у меня получается было если не ошибаюсь 175 грамм но вот я очень надеюсь что у меня хватит пряжи вывязала полностью реглан и у меня вот еще сколько пряжи довольно приличная а было здесь у меня неполный моток 75 грамм всего и ну еще много довольно это все сейчас пойдет у меня на тело и в принципе рукавчики останутся у меня еще целый моток поэтому я думаю что у меня пряжа хватит на него этот процесс мне очень нравится я вообще просто сама в восторге от этого джемпера мне кажется получится обалденное изделие вы можете взять потом для мастер-класс для вязание любую пряжу которая вам нравится для деток и просто по мастер-классу связать потому что ну кто-то не любит акрин да ну вот так вот получается вот такая красота по спинке будет он просто идти лицевой гладью рукавчики лицевой гладью будет только вот по передней части идти вот этот вот узорчик я здесь училась так скажем на неделе стартов вывязывать вот эти вот шишечки новым способом покажу все получаются аккуратные маленькие красивые шишечки и очень очень легко они вяжутся я уже говорила что раньше я более сложным способом вывязывала эти шишечки но теперь научилась этим способом и мне он очень понравился девочки смотрите у меня опять что творится с лаком я уже показывал да что лак ногти себе сделала хамелеоны то есть если я замерзла то он сиреневый если мне тепло то он розовый у меня всегда вот этот ноготь розовый не знаю всегда этому пальцу тепло а все остальные смотрите сиреневые очень очень интересно так но это я немножко отвлеклась значит это второй процесс но я не гарантирую что я очень быстро его свяжу поскольку несколько процессов сейчас в работе и нужно есть которая первоначально нужно закончить вот допустим комбинезон детский нужно быстро закончить и поэтому ну потихоньку буду вязать продвигать сейчас вот выходные пройдут из понедельника а потом я буду свободно и детки у меня слава богу в сад вышли и я думаю что у меня будет все быстро двигаться так это значит второй процесс сейчас принесу покажу третий также на неделе стартов я для себя решила попробовать и научиться вязать детскую юбочку ни разу я ее не вязала и в общем решила попробовать и в принципе мне все понравилось и но и я так поняла что вам тоже поскольку запросов на этот мастер-класс было просто рекордное количество поэтому мастер-класс будет но тоже вот по времени как успею так так и выложу решила все-таки я на этой юбочки конкретно сделать мастер-класс показать на небольшом образце да так скажем я говорила что возможно дочки свои буду вязать и показывать но я ей планирую чуть позже наверное юбочку связать мастер-класс покажу именно вот на этой юбке то есть я ее сейчас довяжу и потом буду просто снимать отдельно новый мастер-класс и покажу как вяжется кулиска дальше покажу как на узор мы здесь переходим вот эти вот самые важные моменты здесь я валанчик вот этот взяла также с книги хитомишида 260 японских узоров там по моему идет обработка края изделия и я так для себя придумала что это в принципе подойдет и для юбки очень прекрасно там много разных вот этих валанчиков можно в принципе любой использовать у кого есть такая книга то можете наверное любой взять себе образец это оформление края изделия до любой валанчик и юбочку связать будет классно вообще но я вот такой решил использовать здесь получается я начала по мастер-классу по мастер-классу по схеме вязать и только часть схемы взяла и дальше просто я ее продолжила сама как бы увеличивать до увеличивать вот этот сам валан но это в мастер-классе все покажу сейчас конечно так не объяснишь и получается здорово прям юбка такая как солнышко выходит у меня дочь и все просит мама свяжи мне юбочку чтобы она крутилась ей нравится сейчас такой возраст около четырех лет нам чтобы платье были как юбка солнышко они все кружатся садики да такие маленькие принцессы вот она всю юбку такой просит и я буду ну ладно возможно с полухлопка и вот такую юбочку потом свяжу если что буду на нее вязать просто потом во влогах вам буду рассказывать сколько петель набирал набирала где какие прибавки где что делала и может быть вам тоже такая информация будет полезна вот единственная вот здесь шнурочек я его связала так да я просто здесь связала получается косичку с воздушных петель но наверное в две ниточки я здесь сделала и мне кажется немножко как-то как грубовато что ли для этой юбки может быть стоило в одну ниточку потоньше его сделать не знаю вроде как и неплохо значит здесь я использовала пряжу ответа это baby стопроцентный акрил 100 граммов 400 метров и номер цвета 2877 очень красивый цвет в принципе это пряжа для юбочек прекрасно подходит вообще смотрится конечно здорово и в сочетании с белым мне прям нравится как выглядит так нарядно интересно ну вот еще один мой процесс это получается уже третий будет процесс и у меня еще остается один беленький я сейчас наверное перестелю фотофон другой возьму темный поскольку попробовала сейчас положить на этот белый фон вообще ничего не видать не смогу вам показать сейчас тогда перестели фотофон и покажу вам четвертый свой процесс ну вот так более-менее видно перестелила фотофон четвертый мой процесс это еще один джемпер для меня который я вижу и продвигаю довольно быстро поскольку не он очень нравится тактильная прям я не знаю это моя отдыхалочка это успокоение нервов да если какие-то проблемы уберу вяжу и вообще кайф так значит пряжа всем вам знакомая на к париж или пэрис все по-разному ее до называют 60 процентов полиамид 40 процентов премиум акрила у меня номер цвета 208 это не такой как сказать чисто белый снежный цвет 100 граммов двести сорок пять метров вижу в одну ниточку на спицах номер четыре с половиной горловинку вязала на три с половиной сделала здесь хороший такой росток закругление горловинки классно она вообще сидит вот когда одеваю на себя получается я и хотела чтобы она была не широкая немножечко до по шее и чуть-чуть пошире вот пока вообще все мне нравится здорово расход тоже обалденный так у меня по моему второй лоток девочки если не ошибаюсь давайте попробуем посмотреть да вот она ниточка второй лоточек сейчас работе я его вот у меня сколько от него осталось на 42 размер вяжу и у меня уже почти вырезан вниз тут буквально еще чуть-чуть я сейчас провяжу и буду делать удлиненную спинку вывязывать но вот не знаю может быть и не хватит этого остатка придется 3 сюда уже подключать хотела конечно на низ чтобы мне хватило 2 моточка но я думаю что наверное нет поэтому вот я хорошо за эти дни продвинулась сбила все дальше беленько ничего не видно хорошо продвинулась сейчас закончу низ и останется два рукавчика я думаю я быстро это свяжу тем более спицы четыре с половиной вяжется все очень быстро по нему мастер-класса не будет поскольку такие мастер-классы уже на ю тубе есть или перевязывать кого-то я не хочу переснимать такие же мастер-классы я по нему сделаю просто обзор именно для себя сколько набирала петель на свой размер покажу как он на мне смотрится где сколько провязала в общем все такие вот моментики просто расскажу в обзоре возможно кому-то эта информация пригодится так 4 процесс и получается все у меня сейчас работе вот эти четыре процесса я поэтому новые пока начинать не буду сейчас хотя бы парочку я думаю процессов завершить и тогда новые начну мне нужно уже скоро начинать вязать комплект для младшей дочери это шапка с ну пока вот не знаю сноут шарф либо еще что-то будет в комплекте на весну пряжа пришла я уже в обзоре ее показывала нужно будет начинать вязать поскольку может раз и резко прийти весна у нас нет комплекта так это вот в планах и что давайте покажу вам тогда сейчас свой блокнотик свои записи что у меня на февраль планируется и так что нас ждет до по мастер-классом по работе пробежимся комбинезон значит будет мастер-класс подробный так это на февраль джемпер из шикарин бэби детский желтенький будет мастер-класс экспресс но постараюсь подробненько показать джемпер и знака перис будет обзор юбка мастер-класс подробный будет комплект арене шапка и написала пока плюс не знаю с чем по шапке будет подробный мастер-класс и плюс там что еще будет посмотрим если просто смотришь увязать то у меня есть на канале мастер-класс джемпер мне метель я уже вычеркнула довязала так это вот такие планы пока на февраль если быстро все закончу то посмотрим может быть еще что-то буду начинать но пока больше сюда добавлять ничего не буду решила так пока с этим нужно разобраться так еще девочки скажите пожалуйста на каком фоне вот если с утра я буду снимать на каком фоне лучше вам смотреть вот на таком темном или на светлом который был в начале видео мне этот вопрос очень важен поскольку чтобы вам было приятнее до картинку смотреть наблюдать те же вот процессы там влоги на каком фоне с утра мне лучше для вас снимать еще что я себе запланировала значит с понедельника я начинаю заново снимать влоги давно я уже не снимала их до раньше активно у меня это все шло конкретно вот не знаю пока либо разобью по два влога в неделю либо будет один с понедельника по пятницу пока над этим думаю но в понедельник начну снимать и там дальше уже по ходу просто буду смотреть как мне будет удобно вот хочу еще влоги начать снимать и и что по узорам узоры у меня частенько до раньше вот до нового года выходили возможно какие-то узоры еще будут параллельно сниматься тоже буду выкладывать интересные для вас что еще планируется пока наверное вот все все в принципе также и будет болталки мастер-классы узоры там покупки пряжи возможно какие-то ну вот все как обычно ничего пока сильно менять не планирую хочу все так вроде как и оставить мне пока все устраивает снимаю сегодня уже у себя в своем рукодельном уголке я девочкам своих групп уже его показывала муж не собрал рукодельный уголок пришел все здорово мне все нравится пришли коробки под пряжу еще планирую может быть сегодня либо завтра начать разбирать пряжу и потом вам хочу отснять может быть отдельном видео если кому-то интересно будет рукодельный уголок свою все по нему рассказать что тут какие фишки у меня муж придумал тут с ножкой для столешни немножечко он покумекал придумал сам может быть кому-то будет интересная такая информация в общем отдельное видео на ли сниму и покажу именно про к отдельному уголку покажу какой свет пришел как я его здесь креплю дальше что у меня цветочки пришли смотрите какая красота пришли цветочки очень мне не нравится и еще пришел один букет он большой шикарный обязательно вам как-нибудь его покажу в одном из влогов что еще я постирала шапку из пуха норки на один раз она у меня сохнет час высохнет постираю на второй раз и в следующем влоге вот как раз который буду снимать на следующей неделе я вам покажу потому что просили показать как будет выглядеть шапка после двух стирок как себя полотно поведет как распушиться обязательно вам все по ней расскажу ну и значит по джамперу метель мне осталось только надо написать обзор сделать кстати чтобы не забыть потому что я обещала обзор сделаю когда он у меня высохнет но пока вот такие планы вроде как все у меня устаканилось все поперебали ли все выздоровели последняя старшая дочь болела вот буквально вчера на в школу вышла тоже я ее лечила поэтому сейчас слава богу все хорошо спасибо девочки всем за поддержку кто желал здоровья мне моим близким я в ответ также конечно желаю здоровья и самое главное здоровье вашим близким и вам это самое главное на сегодня буду заканчивать вроде как все новости свои вам рассказала огромное спасибо что посмотрели меня послушали подписывайтесь на канал нажимаете на колокольчик кто еще не нажал чтобы вам приходили оповещения моих новых видео ставьте лайки кому такие видео нравится кому понравились мои процессы работы мне будет очень приятно напишите про фотофон обязательно мне нужно знать эту информацию ну и вообще пишите комментарии все что у вас сейчас на спицах какие работы что вяжете мне очень важна вот эта обратная связь поскольку вот последний раз я воскресенье видео выложила из воскресенья получается по сегодняшний день как-то не было у меня возможности поснимать что-то выкладывать и знаете комментарии пошли на спад и уже как то так немножко грустно становится и привыкаешь когда часто отвечаешь на комментарии много комментариев приходит вот эта активность она подбадривает да как-то заставляет двигаться вперед больше работать больше снимать все девочки на сегодня это все всем пока пока